Мы сейчас едем на озеро, которое находится на Колтушских высотах. Там внутри или четыре разных озера. Вот, смотрите, доезжаете до Павлова сначала. Сейчас просто покажем дорогу, как ехать. Это уже началось, да? Ну, дальше за Павловой приезжайте. Здесь такая пробочка. Сейчас доедем там до Колтушского шоссе. Нет? Да. Вот здесь по дороге есть... А, ты важно, многие ехали? ...Контргриль. Здесь магазин очень дорогой. Телефон внизу, миксер. Так, вот дальше. Дальше едем. Вот по такой дорожке надо ехать. На Токаре. Так, вот здесь заезжаем в Ваейково. Дальше едем прямо по Ваейково. Сейчас тут поворот. Сейчас здесь должен быть в Ваейково поворот налево. Сейчас ищем поворот. Вот он, следующий. Так, вот у рекламы коттеджного поселка. Поселка. Поворачиваем налево. На, и сразу вам дам совет. Не берите участки в коттеджных поселках, если хотите приезжать там в деревню отдыхать. Коттеджные поселки, они, ну, очень некомфортные в этом плане. Нужно ходить на собрания все время, взносы платить, все время там то-то-то договариваться. В общем, неудобно. За охрану платить. Не, ну, если вы не куда ходите, просто платите. Ну, либо просто платите. Ну, будете жить за забором, за большим таким, как будто заключенные, не выйти, а то там колючая проволока будет. Вот, но поэтому я не рекомендую вам. Лучше брать старые деревеньки, хоть немножко подальше. Ну, цена будет такая же. А вот здесь пометка справа. Так, потом вот здесь и сюда, на гору все едете, налево, по такой, самой широкой дороге. Все, это уже полтурские высоты, вот здесь карта. Ну, на машине сюда, по правилам, нельзя, там, не такой большой штраф, в принципе. У нас просто непосильные штрафы для граждан в стране, поэтому... Очень, это... Ну, очень сложно сюда заезжать, из-за непосильных штрафов. 500, ну, от 500 до 1500 рублей. Очень тяжело заплатить. И сейчас забыть, что делают макулат. Да, да, даже... Все машины туда ездили. Так, здесь вот сюда поворачиваем. Так, и вот здесь вот так проезжаем, по такой лесной дорожке. Ну, вот здесь на машине ездить нельзя, но дорогу отсыпали для домика лесника. Здесь вот даже на табличках написано, что на машине. Ну, просто штрафы непосильные, я как уже говорил, поэтому... Поэтому, поэтому, как бы, очень дорого заезжать в Москву. Ну, вот здесь вот такая дорога, она вся в таких небольших, ну, колдобинках. Так что проехать можно на любой машине. Даже, там, с клиренсом в 12 сантиметров спокойно проедете на Ауди. Так что... Так что можно спокойно вообще сюда ехать. Ну, вообще лучше всего ехать на десятке, она легче, чем любая другая тачка. И проедет лучше, чем любой внедорожник. А, яма. Ну, так все равно дальше едете. Там будет видно озеро. Вот здесь слева озеро находится. Ну, я пока его не вижу отсюда, но скоро увидим. Вот, вот отсюда видно же. Вон, то, что там деревья ледеют. Во, во, видишь озеро? Да, вижу тебе. Теперь вижу. Ну, а здесь вот такие вот еще холмы. Здесь, наверное, хорошо эти растут лисички. Здесь маршруты, есть пешие, веломаршрут. Так, ну, и вот тоже сколько машин стоит много. Из-за того, что это у нас очень непосильные штрафы, очень высокие. Слишком дорого ездить. Это пешеходная тропа. Да, это пешеходная тропа. Вот здесь написано, что это экологический маршрут. Поэтому надо аккуратно. Вот видите, сколько экологического маршрута доехало. Что-то здесь прям народ есть. Конечно, ну, скоро будет людей, как на Коркинских озерах. Потому что не все еще об этом озере знают. Но скоро уже... Раньше здесь вообще народа нет, да? Раньше, да. Раньше нет, да. Вот, а так пока есть возможность ездить, иначе скоро... Да, превратят выездить. Только на передачу поставят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он говорит, блядь, вам себя не сделала похожа. Один и два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok мне кажется было бы более правильно чем крест ну вот так вот съезжаем с такой горки здесь ну здесь тормоза как бы не очень работают машины по песку скатываются если вы даже почти в юза держите поэтому смотрите здесь оторожно не врежьтесь ни в столбы, ни в какие эти не, но это работает вот там, вначале если от озера ехать где большие горки здесь довольно небольшие ну все равно, на всякий случай мне кажется надо окно закрыть так, здесь ну ладно, поеду, в общем, поеду ну здесь вот тоже, да, такая песчанка на песчанке обычно заносит при торможении поэтому аккуратненько так здесь скатываетесь ну наверх вот сюда тяжело заезжать ну наверх, да, здесь даже ни на чем на велосипеде здесь под Чички здесь едешь так она в юза пойдет так она уже едет мне надо здесь, надо было справа съезжать ага вон как люди даже раскатали газопровод до дорог сделали вместо газопровода дорогу вот они вот они что непосильные штрафы делают здесь ну да, раньше когда не было в дороге вот здесь приходилось подниматься через блоки с разгона сейчас сделаем нормально можно объехать ой шрусы хрустят это не шрусы, это глушаком цепанули да он бил по дну надо глушак повыше поставить просто в колею съехал сейчас мы прям на такую дорогу покатали хорошую вот на эту там магазин надену где-то ям ну вот и вот здесь вот выезжаем там вот камень слева осторожно когда спускаетесь на камень не наедите здесь вот съезд как раз и как раз вы объезжаете пробку туда на колбино выезжаете только за проводом вот ну они скорее всего да они просто купили себе эти ну вот тут по моему почка такая большая есть давай потихоньку ездите просто ну вот конец этой штуки у них просто эти кроссоверы там были они думают что кроссоверы типа хорошо проезжают в отличии вот этот холмик до девятины а может если промажешь может слететь или туда налево сжаться об ветке тереться ну вот вот так вот ну так же можете заехать здесь на на этот туда чтобы до озера доехать через газо провод на 1 так фары надо включить там один ну так ладно сейчас нам надо просто еще одного человека забрать он бегает здесь вдоль дороги все найдем так мы на ковы на губы что вы